Друзья, всем добрый вечер, добрый день. Кто подключается, у кого еще день. Мы с вами сейчас чуть-чуть проведем организационные моменты и начнем наш вебинар. И сегодня у нас с вами новый для нашей компании спикер, интересный спикер, эксперт в своей области, врач-нутрициолог клиники Цитамед города Баку, прямиком к нам из Азербайджана. Эмиль Гедаятли. Друзья, Эмиль является сопредседателем Академии нутрициологии и диетологии, член Всемирной организации по борьбе с ожирением, член Европейской ассоциации по клиническому питанию и метаболизму, а также участник многих научных конференций как российского уровня, так и мирового уровня. Эмиль сегодня нам расскажет, мы затронем такие темы, как тема ожирения, как тема воспалений и как превратить основная наша тема в еду, в источник энергии. Давайте начнем. Эмиль, передаю вам слово. Добрый день, добрый вечер. Спасибо за представление. Дарья, приветствую всех партнеров компании Вилави. Для меня тоже большая честь и очень приятно сегодня быть с вами, вести эфир и поделиться, считаю, что очень важными знаниями. О себе добавлю, что я был врачом-реаниматологом, работал в реанимации, в астезиологии, в токсикологии и так далее. И видел, как, к сожалению, люди, не занимаясь вовремя своим здоровьем, доходят до реанимации. И там поменять ситуацию бывает намного сложнее. И постепенно, исходя из этого, вот когда у меня спрашивают две главные причины, по которой я оставил реанимацию. Недооцененность питания, образа жизни, к сожалению, будучи в реанимации, постоянно этим заниматься невозможно. А роль питания по сей день и вообще смены образа жизни, лайфстайл, интервеншн, медицина образа жизни, она должна начинаться намного раньше и вне реанимации однозначно. И, соответственно, питание является самым ключевым элементом, если сравнить. И вторая причина – это нарушение сна. Да, я понимаю, что кто-то должен в ночную смену работать не только врачом. Там есть органы, структуры, полиция и так далее. Любые ночные смены, мы все должны понимать и осознавать, что они очень пагубно вредят на организм. И я об этом активно говорю на лекциях, на разных платформах, на разных языках, что если мы хотим сохранить здоровье, приумножить его, быть более активными, повысить уровень энергии и предотвратить развитие хронических заболеваний, один из неотъемлемых частей всего этого процесса – это сон. Мы коснемся сна, сон – самый ценный природный ресурс нашего организма. И повторюсь, если кто-то спросит, кстати, будут вопросы-ответы, чат открыт, и в конце я с удовольствием отвечу на возникшие вопросы. Если кто-то спросит, что ну а как же ночные смены, кто-то должен работать? Да, должен, но по мне на ночных сменах люди должны работать до 30, потому что там организм может все это минимизировать, вред, пагубный эффект, нарушение ритма. А дальше это будет все сложнее. И, к сожалению, многие, ну молодежь может сказать, что я днями не спал и так далее. Все мы через это проходим. Думаю, все прекрасно понимают, о чем я. Но так не будет всегда и не надо. Это стресс для организма. Сон не заменить. Вот это очень важно. И повторюсь, я считаю, что если у вас есть возможность избегать нарушения сна, не выходить на ночные смены и так далее, по какой-либо причине сон надо беречь. Вот моя личная причина тоже была связана со сном, так как сон сильно влияет на весь организм. И я начну сегодняшнюю тему, как сделать так, чтобы питание не становилось стрессом. И сегодня вы узнаете, как, к сожалению, питание тоже зачастую является одним из самых главных факторов хронического оксидативного стресса в нашем организме. Заметьте, хронический стресс, он же оксидативный стресс, он сегодня является одним из самых главных в жизни современного человека. То есть жить вне оксидативного стресса физически невозможно. Вся жизнь проходит в системе редокс, редукция и оксидация. То есть оксидация – это закисление, редукция – это восстановление, ощелачивание организма. И мы будем сегодня говорить все, о чем мы практически будем говорить, в рамках больше фокусируясь на питание, будет направлено на восстановление окислительного процесса. И в анонсах вы наверняка увидели, как стиль питания, активный образ жизни может повлиять на нашу деятельность, на нашу активность, работоспособность. Я сразу, не теряя время, хочу прям начать с этой фразы, что я вам здесь покажу несколько исследований 19-го года и более свежие данные, которые непосредственно говорят об эффективности питания на рабочем месте и изменении показателей физической активности как фактор, который непосредственно влияет на работоспособность. И тут, если взять выжимку 39 исследований, мы можем увидеть, как в 14 из них непосредственно критерии оценки после изменения питания, образа жизни и так далее оценивались по невыход на работу, производительность труда, работоспособность, работоспособность и продуктивность, чего нам очень так не хватает. Современный человек вроде работает немало, то есть по часам мы проводим очень много времени за работой, будь то любимое дело, хуже нелюбимое дело, к сожалению, которое тоже является одним из главных факторов оксидативного стресса. Но, тем не менее, тратить время на работу, это еще не означает, что мы успешны, у нас высокая производительность. Несколько слайдов будут о том, как на самом деле все это влияет на организм. И тут два термина, которые я хочу с вами обсудить. Возможно, вы про них слышали. Абсентеизм и презентеизм. Ну, дословно слово абсент, отсутствие. Абсентеизм является одной из самых распространенных причин увольнения сотрудников, то есть неуспешности. Человек просто отсутствует на рабочем месте. Дословно вообще-то это просто отсутствие, но тем не менее сегодня принято называть абсентеизмом человек, который пропускает часто работу. Исследования показывают, что одной из главных причин – это хронический стресс, это депрессии, это питание, это заболевания, болезни, хронические болезни, которые зачастую происходят из-за неправильного режима, режима питания, режима сна, режима активности. И, соответственно, все это можно устранить. Но намного интереснее, вам уверен, будет другой показатель – презентеизм от слова присутствовать, презент. То есть прикол в том, что около 60% потери производства из-за болезни сотрудников связано не с их отсутствием на рабочем месте, а наоборот с неэффективным присутствием. Вот это и называется презентеизм. То есть человек на работе, человек вроде с утра встал, он вроде заснул вовремя и так далее. Но весь день у него нехватка энергии, начиная с утра или на работе, будь то офис, будь то вне офиса, где бы он ни работал, чем бы он ни занимался, он не может сосредоточиться, он видит, как эффективность у него очень низкая. Вот исследование, особенно в 2020 году РЕНД-ЮРОП, корпорация РЕНД-ЮРОП провела исследование, и там одним из ключевых причин презентеизма выявлено было это стресс, это недостаток сна, обеспокоенность финансовым положением. И зачастую все это в исследованиях связано с нарушением питания в том числе. С другой стороны, хорошая новость сейчас во всем этом в том, что рабочее место – это самая благоприятная среда для продвижения здорового образа жизни. Потому что если вам повезет и ваш работодатель, а в данном случае я считаю, что всем нам повезло, потому что в компании Вилави есть такая среда, где мы можем сочетать и работу, и здоровье, и быть успешным. Все это в одном сочетается, и рабочая среда по данным разных исследований является идеальной возможностью улучшить физическую активность, изменить пищевые поведения. И зачастую, повторюсь, это намного легче сделать в здоровой рабочей среде, среди своих единомышленников, чем дома, где намного сложнее становится. Потому что дом – это ваш... Мы параллельно, в моем представлении вы увидели, я сейчас активно занимаюсь проблемой ожирения, отдельно получал образование после диплома и так далее. Вот мы в рамках менеджмента ожирения, управления, лечения ожирением всегда говорим об окружающей среде человека, который живет с ожирением и другими сопутствующими хроническими заболеваниями. И вот когда мы обсуждаем среду, ключевая среда – это самый как бы первый круг, это семья, и зачастую первый или второй, там они меняются местами, это рабочий круг, то есть коллеги, непосредственно люди, с кем ежедневно мы общаемся по работе. И обе эти среды непосредственно влияют на нашу активность, на наши пищевые привычки. Поэтому тут по исследованиям рабочая среда, там, где человек работает, намного может быть эффективным в этом плане. И повторюсь, с компанией Вилави, я уверен, что всем очень повезло, тут можно объединить буквально два в одном – и работу, и заботу о здоровье и повышении качества жизни. И исследования доказывают, что регулярные консультации, обучение, групповая деятельность на местах, то, что часто также в Вилави мы делаем, обучающие модули и так далее, все это приводит к улучшению и пищевого поведения, и физической активности. И это непосредственно влияет на успеваемость, уйма исследований, чтобы еще раз не оставалось ни единого сомнения, что если вы поменяете образ жизни, поменяете питание, то успеваемость и эффективность на работе или вашей жизни в том числе, однозначно повысится. И еще один опрос, очень интересный опрос, среди американцев проводили его, на вопрос, что сложнее выяснить, что вы должны и не должны есть, то есть разобраться в питании, или все-таки пересчете налоговой, налоговая система во всем мире, кстати, идет от американской, она нелегкая, то есть достаточно сложно это делать, но большинство участников опроса отвечает, что им легче самостоятельно платить налоги, чем все-таки придумать, что есть и как есть. Вот несмотря на то, что вроде мы про это очень много говорим, очень много ресурсов про это на разных платформах и так далее, тем не менее, это остается таким вопросом, что сложно. И я тоже скажу вам, считаю, что это нелегко. То есть здоровое питание, правильное питание, вроде мы все знаем, но вопрос, и вот самый главный момент, почему я считаю, что это нелегко, это надо применять. Применять, продолжать, есть такой термин, комплоентность, насколько ты соблюдаешь. Вот очень важно во всем, и в активности, и в спорте, и в питании, смена привычек. Когда мы говорим о здоровом питании, тут тоже однозначно речь идет о смене привычек. А что такое привычка? Привычка – это установившаяся активность, повторение тех или иных активностей в вашей жизни, независимо от вас. То есть мы когда-то учились водить, сейчас, не думая, можем водить, чистить зубы ежедневно на автоматизме. Это доходит до автоматизма. И когда мы говорим о здоровом питании, все, что сегодня я тоже поделюсь с вами, то есть на данный момент уже у каждого из нас есть установившиеся свои привычки, свои отношения к продуктам питания. И когда мы что-то новое слышим и понимаем, что нам надо это поменять, вот тут ключевой момент, вот тут самые сложные моменты, почему я еще раз повторюсь, считаю, что это не так и легко. И люди, участвующие в вопросе, и, к сожалению, мировая статистика сегодня говорит о том, что вот последний прогноз Всемирная ассоциация по борьбе с ожирением, Атлас ожирения на 2023 год, он констатирует к 1935 году, то есть фактически сейчас у нас 24, через 11 лет 52% населения земного шара, взрослого населения, будет страдать ожирением и лишним весом. Просто чтобы мы попытались осознать масштабность проблемы. И там, где ожирение, к сожалению, там и сопутствующие все заболевания, это сердечно-сосудистые, это эндокринология, это онкология. И можно этот список продлевать, уверяю вас, с учетом всех хронических заболеваний. У меня есть слайды, про это я вам тоже покажу, как жировая ткань – это источник воспаления и самый большой источник воспаления в нашем организме. Итак, это вот ключевое слово, чтобы все это изменить и соблюдать, нужно осознать. Я очень надеюсь, что вот часть информации, возможно, вам уже знакомой информации, я сегодня принципиально попытаюсь преподнести чуть по-другому, с другой стороны, чтобы это тоже помогло где-то переосмыслить, пересмотреть ту же проблему с другой стороны. Обычно после должен быть какой-то минимальный конфликт в ваших знаниях, и после этого происходит изменение. Вот когда вроде я знал про это, но сейчас вот по-другому, а может это на самом деле не так. Вот я очень надеюсь, что сегодня у вас к концу нашего эфира будет немало таких конфликтов внутренних, и это хороший сигнал, что значит что-то в будущем легче будет поменять. Итак, да, пища, еда, образ жизни, это все связано, но мы, я хочу с азов начать, и уверен, что партнеры Вилави об этом много раз слышали, еда, пища, это источник энергии. И очень важно понимать, что человек, как все другие живые существа, там, млекопитающие и так далее, нуждается в этой энергии и живет за счет энергии. На вопрос, я люблю задавать этот вопрос в аудитории, что зачем мы, за счет чего мы живем, за счет энергии, или зачем мы питаемся, чтобы получить энергию. Если кто-то спросит, а нет ли других источников энергии, источники энергии есть, тут тоже солнечная энергия и так далее, но очень важно понимать, что мы их физически, мы можем их получать. Я восьмой год занимаюсь йогой, медитирую и так далее, в поисках дополнительного всего этого могу с уверенностью вам сказать, да, мы можем получать солнечную энергию, да, мы можем получать там прану и так далее, энергию, там, от слова бриз, бриторианцы и так далее, но, очень важное но, это очень маленький процент энергии. Люди, которые очень осознанно подходят к этому, они сходят с сбалансированного питания на редуцированные, уменьшенные калории и так далее, то есть это уже не идет с сбалансированным питанием. Важно понимать, что мы говорим о сбалансированности питания и все равно большую долю энергии мы получаем от продуктов питания. Именно когда мы, и уверен, неоднократно вы тоже слышали на вебинарах об окислении, там, углеводов, жиров, белков и так далее, это все, эти все макронутриенты приходят в наш организм через пищу. Да, это может быть в виде традиционной пищи, это может быть в виде функциональной пищи, в жидкой форме, в другой форме, в виде продукта от компании и так далее. Но тем не менее, это пища, и она дает наш организм поступать трем макронутриентам. Пользуясь случаем, еще раз повторюсь, все, что мы кушаем, нутриенты, делятся на две большие группы. Макро, от слова крупные нутриенты, потому что мы их кушаем ежедневно десятками граммами, сотни грамм и так далее. И плюс микронутриенты. Микро это мелкие нутриенты, скажем так. Тут мы используем миллиграммы, микрограммы, чтобы вы понимали, насколько они отличаются в тысячи раз, в миллион раз меньше в наш организм нужны микронутриенты. Это минералы, это витамины. И самый главный момент, если мы говорим про энергию, мы должны понимать и осознавать, что источником энергии являются только макронутриенты. То есть белки, жиры, углеводы, расшепляясь, дают нам энергию, окисляясь, дают нам энергию. А вот минералы, витамины, они не носят, они не имеют энергетическую ценность, но они очень важны без минералов, без витаминов, макронутриенты, они не переходят в процесс энергетический. К примеру, из витаминов взять витамин С, из минералов тоже железо, отсутствие витамина С или отсутствие железа, к примеру, не приведет, приведет к нарушению энергетического процесса. И к сожалению, сколько мы не питались, не ели бы макронутриенты, в отсутствие этих минералов, витаминов, энергетические процессы нарушаются. Итак, очень важный момент по макронутриентам. Обратите внимание, белки при расшеплении дают нашему организму 1 грамм белка при расшеплении, при окислении, окисляясь дает 4 килокалории энергии. 1 грамм углевода дает 4 килокалории энергии. 1 грамм жира дает 9 килокалорий энергии. То есть, все это еще раз говорит нам о том, что энергия это мы непосредственно с вами говорим об энергии. То есть, пища дает нам энергию для жизни. Килокалории, можно их пересчитать. Килоджоули, это та же самая энергия. Так, экран, секундочку. Вот. Так, секундочку. Экран. Техническая неполадка. Меня слышно, меня видно. Эмиль, да, все хорошо видно, слышно. Я правильно понимаю, мы ждем. Кто-то забрал экран у меня. Я вот сейчас это... Так, подождите. Настойчиво... Сейчас проверим. Демонстрация только у вас. Да, окей, сейчас... Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Презентацию. Секундочку. Да, да, да. Да, коллеги, да, друзья. Сейчас что-то не то случилось с презентацией. Эмиль попробует еще раз подключить презентацию. Мы продолжим. Да, что-то не то. Вот так, кому-то не дается поверить. Да, продолжаем. И когда мы говорим про макронукриенты... Пожалуйста, мы пока еще не видим презентации. Не видим. Я еще раз. Давайте попробуем еще раз. Так. Да, все верно. Не кортизолим. Не будем повышать себе кортизол. Все в порядке. Немножечко. Заминка. Еще раз делюсь своей презентацией. Вот. Да, теперь мы видим, что вы запустили демонстрат. Все, отлично. Просто я уточню вас. Дарья, постоянно кто-то запрашивает дистанционное управление экраном. Прямо закрывает мне весь экран. Окей, это не мы, не вы. И, в общем, это... Окей, я продолжаю так, да. Потому что если есть возможность технически это решить, это постоянно всплывает. И в прошлый раз я разрешил, думал, это наши. Там был Вилавизум. Так, Вилавизум это мы. Мы продолжаем. А сейчас просто незнакомо. Все окей. Да, все продолжаем, друзья. Отлично. Так. Когда мы говорим про энергию и говорим про макронутриенты, обязательно хотелось бы здесь еще раз напомнить про еще один фактор. Это алкоголь. Который в нашем организме превращается... Он несет энергию. Он превращается... Но тут очень важно понимать, что это неполезная энергия. То есть избыток энергии в организме может депонироваться и сохраняться только в одной форме. Это жир. Это подкожный жир. Это жир печени и так далее. Энергия, оно же равно глюкоза, сахар. В организме может депонироваться только в жировую ткань. Чтобы эту часть все понимали, энергия может сохраняться только в виде жира. Если мы получаем энергию больше, чем нам нужна, это депонируется в виде жира. Алкоголь дает, заметьте, почти в два раза больше грамма алкоголя. Тут надо пересчитывать в зависимости. И повторюсь, чтобы не выглядело так, что я призываю к алкоголю. Наоборот, это те, кто, скажу честно, алкоголь в здоровом питании более-менее часто встречается в средиземноморской диете. Там вино, богатое, кстати, с антиоксидантами и так далее. Сухое, красное и так далее. Но вот история с вином сейчас, да, французский парадокс, да, французы даже среди всех средиземноморских стран употребляют намного больше вина и так далее. И считается, что одним из показателей здоровья французов даже всех средиземноморских стран это то, что у них в рационе вино. Кстати, там есть еще один очень важный компонент – жиры. Французы едят намного больше жиров в регионе и наряду с вином. Но, повторюсь, сейчас все больше и больше исследований и данных, что алкоголь, ну, если даже мы сможем найти вино, там, богатое с антиоксидантами, но сам алкоголь, он вредит, он мешает процессам. И в данном случае я хочу, чтобы вы видели, алкоголь – это калории, которые всегда будут откладываться в виде жиров. И на этом слайде еще один важный момент. Основным источником из этих трех макроинтуриентов, источником энергии, являются два конкурирующих между собой – углеводы и жиры. Что значит конкурирующие? Белок, да, он при окислении, при расшиплении дает энергию, но, к сожалению, организм не рассматривает белок как источник энергии. У белка очень много функций, мы про них еще отдельно я упомяну. И в плане энергии я хочу, чтобы вы для себя запомнили углеводы и жиры. Они конкурируют в организме ради энергии. То есть и ваш источник энергии – или вы на углеводной игле, мягко говоря, или вы на жирах, что тоже партнером Вилави, компанией Вилави, думаю, очень знакомо. И я однозначно сторонник переключаться из углеводного источника энергии на жировой. И мы детально про это с вами будем говорить. Если мы говорим про энергию, пару слайдов буквально, чтобы мы понимали все, что мы кушаем, все, что мы покупаем в маркетах, в торговых точках, это несет с собой энергию. И все остальное, что должно быть указано на этикетках. Nutrition facts – это пищевые ценности, там жиры, какие и так далее, энергия. И важно понимать, что сегодня пищевые компании-производители, они, к сожалению, пользуются всякими маркетингами, хитростями. Вот живой пример. Вот на данном слайде, на упаковке вы можете увидеть, как в составе указано, что там есть сахар, а вот в пищевая ценность, где углеводы, указан общий итог 63 грамма в 100 граммах. И вот я сейчас вам говорю, как соавтор программы Всемирной организации по борьбе с ожирением и совместная программа Всемирной организации здравоохранения, в России тоже наши коллеги проводили эти исследования, называется unhealthy food marketing, маркетинг нездоровой пищи. И вот в данном случае некоторые страны обязывают производителей здесь указывать, что углевод, а сколько там сахара. Вы прекрасно, думаю, догадываетесь, что в такого рода продуктах из 63 граммов большинство будет сахар, как минимум половина. Но, к сожалению, для потребителя очень сложно. Он видит, окей, в составе сахар, но где, сколько сахара и так далее. И вот тут маркетинг делает свое, потребитель, мы тоже как на уровне потребителей не знаем, что и как. И многие неосознанно попадают на эту удочку и не понимают, откуда в их организм попадает сахар. Они говорят, что он окей, ну углевод, ну сколько там сахара и так далее. Очень важно по возможности понимать, в каком продукте, сколько сахара. И под словом сахар, глюкоза, это не только глюкоза, это мальтодекстрин, это декстроза, это фруктоза, это рибоза, это ксилоза. Зачастую тот же маркетинг используют ходы, когда пишут без сахара, без глюкозы. А ты читаешь, вот все, что на ОЗУ заканчивается, это моносахариды. И они все, кстати, в этом плане намного вреднее, чем сам традиционный сахар в виде сахарозы. Каждая молекула сахарозы состоит из глюкозы и фруктозы. Одна молекула глюкозы, одна. Вот наш организм, как структурная единица всех углеводов, это глюкоза. Она нам важна, она должна в клетке проницать. И она, кстати, единственная, которая проходит в клетке, в мышце, в мозге и так далее. Но все остальные сахарозаменители или другие простые углеводы, эти ОЗУ, глюкоза, декстроза, рибоза, они не могут проходить в клетку. Они обязательно пройдут путь через печень. Это дополнительно приводит к ожирению печени и так далее. Про это, я тоже думаю, отдельную тему надо. Про это я продолжаю и хочу завершить с энергией, что пусть вас не удивляет потребности, стандарты энергии, которые последние 50 лет активно нам преподносятся со стороны всяких организаций диетологических, нутрициологических, ассоциации по лечению всяких разных хронических заболеваний, Всемирная организация здравоохранения. И тут вот средние 2000 килокалорий в зависимости от возраста, группы и так далее, они имеют место быть, да, они нужны нам для жизни. Но очень главный вопрос, с чего мы должны получать, с какого макронутриента эту энергию. И здесь я хочу вас также, я уверен, что мы много раз слышали про здоровое питание. Оно же ПП, правильное питание. Оно же во всем мире сегодня популярно, как Western Diet, западная диета, которая, к сожалению, сегодня превратилась в здоровое питание. Мы настолько привыкли говорить о здоровом, правильном питании, что обычное традиционное питание уже потерял. Когда мы говорим, ешьте овощи, многие начинают говорить, что это ты на здоровом питании. Исторически овощи всегда были неотъемлемой частью рациона. Но, тем не менее, больше 50% углеводов и так далее, это все идет от стандартов здорового питания, оно же ПП. И откуда все это возникло? Вот 50 лет, 50 лет, все, к сожалению или счастью, не знаю, как многие другие вещи, все пошло от Штатов. Вот стандарты питания с начала 70-х лет 20 века, долго Соединенные Штаты пытались взять нормативы. Чтобы все понимали, до этого периода никто не считал особо, откуда калории приходят, кто в рационе, какая нация, какая страна потребляет те же американцы, сколько жиров и так далее. Да, возможно, итогово в год пересчет шел, сколько мяса, сколько сахара есть. Одна из моих областей – это эволюция питания и так далее. Это все было. Но отдельно суточный калораж, рацион рассматривать по вкладу макронутриентов, то, сколько он съел жиров, белков, особо не рассматривать. И вот решили это стандартизировать. И 7 лет пытались это сделать. Наконец-то в 77-м году сенатор МакГоверн. Вот этот документ есть в гугле, вы можете его из оригинала тоже взять. Сенатор МакГоверн, ему удалось как-то это пробить. И вот стандарты, цели питания были сформированы. И вот здесь технически неполадка все-таки повлияла. Я здесь перевод специально сделал, но давайте я перескажу. Вот ключевые фразы в этих измененных, которые повлияли сильно на наше питание, на наши сегодняшние нормативы питания – это увеличение суточной энергии за счет углеводов до 60%. То есть 60% – вот откуда пошло, больше 50%. То есть до 77-го года никто не говорил, сколько углеводов ты ешь. А после нормативы стали, что в твоем рационе ежесуточно должно быть больше 60 грамм углеводов. Чтобы мы понимали, это началось вот именно с этого протокола. Внимание, уменьшите жиры, потребление жиров с 40 до 30. То есть увеличиваем углеводы, уменьшаем жиры. И тут пошла история, что полиненасыщенный, насыщенный и так далее начали им нормы составлять, холестерин уменьшить. Вот здесь, окей, уменьшить соль, уменьшить сахар. Я могу принять уменьшить сахар, уменьшить соль, но обратите внимание, что уменьшая сахар, мы с другой стороны уменьшили углеводы. И вот увеличили углеводы. Увеличение углеводов раскрыло просто все руки на производство пищевой промышленности. Да, это все также делается под соусом во избежание пищевого кризиса. Глобального кризиса питания активно поддерживается и государством, и разными мировыми структурами производства пищевой промышленности, те же фабрикаты, фастфуды и так далее. Но, к сожалению, это все приводит к огромному количеству ненужных углеводов, которые попадают в наши дома. И выбор большой. Никогда раньше человечество не стояло перед таким большим выбором продуктов, особенно углеводной группы. Вот все это, к сожалению, привело к тому, что вот здесь вы вживую можете на примере увидеть, как выглядят рекомендации. Вот SAD – это Standard American Diet, стандартная американская диета. Оно же ПП. Кстати, нутрициологи, диетологи любят ее. На английском слово SAD, SAD diet означает также печальная диета. Я полностью согласен, столько углеводов человек не ел никогда. И когда говорят, ну, не знаю, у нас в Азербайджане, уверен, что у вас тоже есть этот фраз, что вот наши отцы, прадеды, они ели хлеб. Да, они ели хлеб, но хлеб не занимал столько процентов углеводов. Сейчас мы не едим хлеб, мы уменьшили хлеб реально. Но углеводы попадают в наш организм из напитков, из конфеток, да из колбасы. Какие-то полуфабрикаты, которые напичканы углеводами. Там сахар, просто читайте вот этикетки. Почему мы поочередно идем смотреть за этикетками? Просто сегодня обязан каждый потребитель, каждый родитель во избежание проблем у детей, своей семьи, как бы мы сами формируем, как минимум, привычки пищевые своего дома или людей, на которых мы можем повлиять. Хотя бы надо начать с этого. Итак, вот здесь я как бы предположительно повторюсь, никто до 1977 года особо так не считал. Но если взять за основу тот же протокол, что жиры уменьшить из 40, как минимум жиры были 40, как минимум углеводы, почему еще вопрос белков. Белки 15-20, там есть пункт отдельно расписан, мясо надо уменьшить и так далее. Тут тоже есть большой момент. Животной пищи, животной белковой пищи со временем будет практически, ну она на нет сходит. Мы, к сожалению, мы увидим на своем веку эти изменения, когда уже активно продается искусственное мясо, кворн и так далее. Это все продукты из сои, из других белков и так далее. То есть это все тоже повлияло на то, что потребление белков относительно уменьшилось. И стандарты этого требуют. Но повторюсь, если мы исторически, не считая, ну сколько, 50 лет тому назад, сотни тысяч лет ели, как могли, мягко говоря, и там были углеводы, было сбалансированное меню, но оно было по сути low carb, низкоуглеводное, высокожировое, о котором мы всегда и говорим. И я активно здесь для сравнения вот по стратегии питания, Вилави, повторюсь, это аббревиатура, уверен, что все, low carb, низкоуглеводное, high fat, высокожировое. Да, можно и белки увеличивать, можно комбинацию сделать высокобелковой, но важный элемент здесь в сравнении, я хочу, чтобы вы понимали и видели, если мы меняем образ питания, мы вынуждены просто уменьшать углеводы. Вот этот LC, дальше, я за HF, можно HF, HP комбинировать, есть HF, moderate, protein, HF, HP, но очень важны эти первые две буквы, low carb. Надо идти на снижение углеводов. И под углеводами я подразумеваю, в принципе, для более продвинутой аудитории, кем являются представители, партнеры компании Вилави, уверен, что часть данных может быть, опять вопросом, почему 50%, но, тем не менее, это в нормативах все еще так идет, поэтому во многих местах вопросы стоят. Да, углеводы даже комплексные, цельнозерновые культуры и так далее, они, это все равно углеводы. Даже с низким гликемическим индексом, но все равно эти углеводы будут переходить в глюкозу, и в организме это все, к сожалению, будет переходить в энергию в виде жира откладываться. И вот в данном контексте очень важно понимать, что даже полезные углеводы, те же фрукты, они тоже могут в виде жира депонироваться. Это очень важно, и очень важный элемент в данном контексте. Вот овощи, пожалуй, овощи это та группа, которая, нет ни одной диеты, где бы мы слышали, что овощи надо есть мало. Бывают исключения там из-за клетчатки, из-за кишечных дел, там фудмап, кето-диета, где даже овощи могут, ну овощи это тоже источник, а в остальном и в принципе в здоровом питании. Вот одна из самых успешных программ, на мой взгляд, которая за годы, начиная с 91-го, опять в США, институт рака национальный ее развивал именно для увеличения потребления среди населения США овощей и фруктов, для повышения антиоксидантов в рационе. Программа называется Five a Day. Пять в день, пять порций вместе взятых овощей и фруктов. Почему я только овощей пишу? Потому что тут овощей всегда должно быть в два раза больше. Одна порция это 80 грамм. То есть 400 грамм овощей и фруктов. В дальнейшем были очень много исследований, и в 2017 году две большие группы, 10 порций лучше, чем 5, под таким названием провели метаанализ большого количества исследований, там 95 исследований, 2 миллиона человек. Там вы видите количество заболеваний у участников в данных исследованиях. И пришли к выводу, что если довести этот объем до 800 грамм ежедневно, и тут это 10 порций, из них 7 овощей, 3 фруктовые порции. То есть заметьте, всегда овощей должно быть вдвое больше. Это все приведет к сокращению, весомое сокращение ишемических болезней сердца, инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, предновременная смертность, повышается качество жизни и так далее. И повторюсь, цель потребления овощей и тех же фруктов, но больше овощей, это клетчатка в нашем организме. И, к сожалению, не всегда получается пополнить клетчатку только потреблением овощей и фруктов по разным причинам. Это все может не усваиваться, не превращаться. Дальнейший переход, нехватка кишечной микрофлоры. Поэтому мы в виде функционального питания, в том числе питания от компании Вилави, Теогрин, можем и в принципе нужно. Мы живем в эпоху, где без функционального питания практически невозможно. И в данном контексте Теогрин является альтернативой клетчатки. Мы ежедневно, потребляя несколько раз индивидуально, в зависимости от того, сколько вы все-таки потребляете овощей, сколько из них клетчатки получаете, дополняя организм, можете получать очень эффективную, ценную клетчатку. И она очень важна для кишечной функции, микробиоты, о чем я в дальнейшем тоже скажу. Очень коротко про белки. Почему коротко? Да, белки очень важны. Мы должны не забывать, что я не хочу. Белки мы всегда выводим на отдельный курс, семинары и так далее. Про них можно очень много говорить. Белок – это незаменимый макронутриент. То есть жиры, углеводы, они могут друг друга переходить и так далее. Но белок в организме образуется только из белка. И функции белков, начиная с гормонов, ферментов, стенки кишечника, волосы, ногти, белок – строительный материал не только для мышечной ткани. Практически нет клеток, в которых нет белковых структур. И я вижу вопросы, в конце я пройдусь по каждому вопросу, постараюсь ответить все. И белок ежедневно нужно принимать. Опять один к одному, там, животные, растительные рекомендации, на как минимум на килограмм по грамму. Кто-то в активной фазе, активность он увеличивает и так далее. Не забываем про то, что избыток белков, он тоже чреват, белки тоже окисляются, продукты окисления остаточные, азотистые. Но, тем не менее, белки должны потребляться. И повторюсь, пользуясь случаем, что мы стратегически, вот чем эффективнее и преимущественная система low carb, high fat, низкоуглеводная, высокожировая, когда мы понижаем углеводы, мы в том числе увеличиваем белки. И жиры, и белки. Но, повторюсь, белки сильно мы не увеличиваем, так как остаточные продукты белков, они могут закислять организм, образуются шлаки, азотистые и так далее, там, мочевина, мочевая кислота. И еще один момент, если вы все-таки благодаря системе low carb, high fat, LCHF, также переходите на кетоновую энергию, то повышение белков, белки, что мы сказали, белки тоже могут переходить в углеводы. И, к сожалению, белки будут переходить в глюкозу, а не жиры в кетоны. Поэтому белки, вот жиры требуют для окисления, жирам нужно больше кислорода. Поэтому, если организм недополучает углеводы, то, что мы делаем, и в этом сценарии он недополучит жиры, белков будет больше, то организм не будет расшеплять жиры в виде энергии. То есть, это невесомая часть. Белки поэтому тоже нельзя увеличивать, дабы они не переходили в углеводы. И тогда вы можете более успешно, переключив организм на кетоновую энергию, и снижать жировые отложения, которые являются все-таки и источником хронического воспаления. У меня есть слайд про это. И нарушают обмен веществ. И повторюсь, по белкам стратегические продукты, я вам покажу, у меня со вкусом крема-брюле, Эра-ту-гоу. Вот это именно тот продукт, который, он сбалансированный, мы получаем углевод, жир, белок, но в том соотношении, который нас поддерживает в этом low carb, high fat. И это стратегически важно. И на будущее, как бы, мы можем использовать этот продукт в виде шейка, в виде, очень сейчас популярно в мире, использование таких продуктов, функционального питания для приготовления, замены муки, приготовить другие какие-то формы. То есть, главное, придумать, в какой форме этот продукт должен поступать. То есть, повторюсь, можно сделать самое простое. Это шейк, это коктейль, но можно сделать выпечку и так далее. Тут уже, как бы, на ваш вкус. Я люблю экспериментировать, я люблю пробовать. И повторюсь, что мы выигрываем в этом случае? Наши карпы. Вроде мы получили и углеводную пищу, и выпечку. Все то, что традиционно мы привыкли получать из высокоуглеводных, из мучных, из лаковых, сейчас мы заменяем. И уверяю вас, и по личному опыту, и я участвовал на разных тестированиях таких продуктов, если человеку не сказать про ингредиент, из чего это взял, человек даже не догадается. Уйма таких примеров. И вот это еще раз доказывает, как вопрос все-таки надо начинать с привычки. Привычка, меняясь привычка, меняется все остальное. Итак, я продолжаю. Про жиры, как бы, тоже затрону. Я знаю, что компания Вилави тоже специализируется на жирах. Если вы уже заметили мой подход, тоже low carb, низкоуглеводный, high fat. Жир всегда в рационе мы будем повышать. Мы исторически, в самых древних времен, там наши предки, я сейчас говорю вам по сотне тысяч лет, ели жир. Мы ели жир в составе животной пищи и так далее. И жир обеспечивает нам долгосрочную энергию. Повторюсь, жиры и углеводы конкурируют ради основного источника энергии. Если вы уменьшите в организме потребление жира, то физически мы будем зависеть от углевода. Если среди вас есть те, кто все-таки все еще не может отойти от углеводов, все еще им сложно, как бы постоянная усталость, и в этом периоде им только помогает углеводная пища. Дам живой пример. Усталость, понижается активность и так далее. Принимайте углевод в любом виде. Будь то подслащенный какой-то напиток, будь то печенюшка и так далее. И сразу искра в глазах. Буквально с пациентами уйма таких примеров, что вот доктор у меня там то сахар понижен, давление понижено. Я говорю, измерьте. Измеряют, все в норме. Не могу, головная боль и так далее. Это вот типичная реакция, когда человек зависит от этих легких углеводов, от глюкозы, мягко говоря. И окей, сделайте традиционное то, что вы делаете. Выпил, съел печенюшку и так далее. И вот сразу, моментально, буквально в ближайшие несколько минут глюкоза всасывается уже через сосуды в полость рта и так далее. Человеку становится легко. Вот это живой пример. Того, что, к сожалению, эти люди все еще зависят от углевода, на углеводной игле. Как с этого сойти? Внимательно просмотрите суточный рацион этих людей. И вы там увидите, обязательно, уверен, что увидите, они едят мало жиров. У них все еще это липидофобия, фобия жиров. Они все еще на обезжиренных продуктах, 0% или низкопроцентное молоко. Чтобы все понимали, это все тоже пищевая промышленность. То есть, это уже процесс фуд, то есть, переработанный продукт, природный продукт. Молочный он должен быть жирным. Мы понимали, и мы этих жиров не боимся. Повторюсь, жиры в жир не уходят, не переходят, в жир в организме переходит. Это фонируется именно углевод. Это происходит за счет инсулина. Не буду сейчас на этом здесь заострять внимание. Или вот на следующих слайдах перейдем. Когда мы говорим про жиры, очень уместно сказать про насыщенные жиры. Это масло, топленое масло, молочный жир, который, жир в мясе и так далее, обязательно должны быть употребляться. И то, что я вам заранее тоже напомнил, что сейчас последние 10 лет идет большой сдвиг в кардиологии по отношению липидов и так далее. Наоборот, отказ от жиров приводит к нарушению липидного спектра. Потребление правильных жиров нормализует липидный спектр. Очень много исследований про это. И важный элемент по полиненасыщенным, ненасыщенные жиры, мононенасыщенные, это оливковое масло омега-9, оно в организме может синтезироваться. А полиненасыщенные, омега-6 и 3, тут тоже очень важный момент. Омега-6 – это основной провокатор воспаления в сегодняшнем мире. Омега-6 – жирные кислоты поступают в наш организм из разных продуктов, но лидеры омега-6 жиров – это кукурузная и подсолнечная. Кладу руку на сердце и предлагаю всем вам изъять из дома эти два растительных жира. То есть все, что вам нужно было жарить на них, но если вы жарили на них и будет вопрос, что на чем жарить, как в этой рекламе, на чем вы жарите, надо жарить на топленом масле, оно же ги. Ги – это метод топления, то есть топленое масло. Это самое более-менее, обратите внимание, более-менее пригодное для термической обработки. Да, может быть кокосовое, но я сторонник употреблять кокосовое масло в другой виде. Вот один из ценных свойств кокосового масла – это MCT-жиры. Medium-Chain-Triglycerid, дословно. Это среднецепочечные жиры, которые также вам всем знакомы. Я использую среднецепочечные жиры, MCT-жиры уже пятый год, и компания Вилави есть он не только в виде отдельного жира, есть продукты. Кофе с MCT-жирами вместе считается уникальным энергетическим продуктом. И самый важный момент, почему этот жир – это среднецепочечный жир, который метаболизируется по другому пути. Для его расширпления организму не нужна липаза, не нужны ферменты поджелудочной железы. Этот жир не переходит в липиды, в холестерин. Он с легкостью окисляется и дает кетоны. То есть, благодаря… Мы используем эти жиры в лечении многих заболеваний, таких как эпилепсия, других нейровоспалительных, нейродегенеративных заболеваний, альцгеймера, рассеянного склероза, улучшения памяти. Он обладает дополнительным улучшением состояния кишечника для микрофлоры. При запорах шикарный эффект. МCT жиры от компании Вилави. Я считаю, что соотношение со своими потребностями каждый с уверенностью может добавить в свой рацион. И обратите внимание, мы исключаем омега-6 жирные кислоты. А вот омега-3, его обязательно нужно принимать, так как… Еще один слайд. Так как конечная цепь омега-6 жирные кислоты, омега-3 жирные кислоты, метаболический путь в организме, омега-6 постоянно переходит в проинфломейшн, это воспаление, провоспалительные факторы. То есть роль омега-6 в нашем организме увеличивать воспаление. Роль омега-3 снижать воспаление, антиинфломаторное. Соответственно, поскольку в очень многих продуктах, если вы даже исключите из рациона своего кукурузное масло, подсолнечное масло, это лидеры по составу омега-6. Я за оливковое масло, скажу честно. Оливковое масло является одним из главных факторов здоровья средиземноморской диеты и так далее. Компоненты, они имеют позитивные изменения в сердечно-сосудистой системе и так далее. Но тем не менее, даже оливковое масло содержит омега-6 жирные кислоты. То есть стоит ли из-за них отказаться от омега-9, не знаю. По крайней мере, я рекомендую начинать именно с выраженных источников омега-6. И кроме этого, опять пищевая промышленность, все, что поставляет в наш организм сегодня, это богато, к сожалению, омега-6 жирными кислотами. Омега-6 жирные кислоты в нашем рационе сегодня присутствуют в разных продуктах. Поэтому воспаление, хроническое воспаление постоянно повышается. Мы дополнительно, еще одно преимущество, компания Вилави имеет продукт для измерения индекса омега-3, благодаря которому мы воочию можем увидеть соотношение омега-6 и омега-3. И во многих случаях вы увидите, что омега-6 на многом разы превосходит норму. Благодаря этому тесту, принимая дополнительно омега-3 извне, потому что с пищевыми продуктами очень сложно. Масло семечек, льна, лидер, красная рыба, лосось, семга, и то, если это они в своем природном ареале, я не знаю, в Северном море, в Норвежском море, эта семга реально сама, питаясь подводными своими нутриентами богатыми омега-3, только в таком случае эта рыба даст нам омега-3. В остальных случаях мы, к сожалению, употребляя в пищу рыбу, выращенную на ферме, получаем опять омега-6, потому что рыбу на фермах кормят кукурузой, кормят пшеничными, злаковыми культурами, кормами, а там всегда злаковая история, и это, к сожалению, опять омега-6. И в данном случае, дабы, если мы получали ценные омега-3 в виде пищевого, он должен превращаться в свою более активную форму EPA, эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая ДГК кислота. Вот эти две формы в организме по разным причинам омега-3 не всегда переходит. Поэтому мы зачастую извне должны получать на ежедневной основе. И тут от компании Вилави опять мы имеем наш омега-3 и благодаря ему мы ежедневно в идеальном соотношении имеем EPA и DHA. Это эйкозапентаеновая кислота и докозагексоеновую кислоту. Итак, все, что про жиры и, кстати, хроническое воспаление, это отчасти омега-6, это избыток глюкозы, это оксидативный стресс, все это приводит к хроническому воспалению. Это не острое воспаление. Мы здесь не видим температуру, мы здесь не видим острой боли, оно протекает скрыто, беззвучно и, к сожалению, приводит к развитию. Практически все хронические заболевания, процессы происходят от продолжительного хронического воспаления. И еще один фактор, про него я уже неоднократно говорил, это, вот, представьте, это абдоминальное ожирение, это жир вокруг талии, вокруг области живота. Наличие этого жира и не только этого, к сожалению, сейчас исследования доказывают, что жировая ткань, белые жировые тельца, ну, избыток жира в основном, это именно тот жир, который дефонируется. Углевод, сахар, глюкоза переходит именно в этот жир. Этот жир является самым большим эндокринным органом, то есть его много в нашем организме, у женщин до 30%, в норме у мужчин до 20% должен быть жир, при ожирении, при избыточном весе он переходит до половины веса, может дать и до 40%. Так вот, эта жировая ткань сама тоже вырабатывает провоспалительные факторы. Вот попытайтесь связь тоже еще раз представить. Омега-6 жирные кислоты вырабатывают воспалительные факторы. Интерлейкины, простагландины, если есть среди вас биологи, врачи, химики могут знать, это все вместе называется цитокины, провоспалительные, то есть они увеличивают воспаление. И это их функция, здесь ошибки нету. Воспаление сохраняет наш организм. Дам живой пример, мы порезали палец, там идет процесс воспаления. Это острое воспаление благодаря тем же интерлейкинам, тем же простагландинам, тем же провоспалительным факторам, которые образуются из той же омега-6 жирной кислоты и так далее, рана заживляется. Но давайте представим, что сегодня здесь я вижу 151 человек на данный момент. У нас нет ранок, дай бог, у нас нет каких-то проблем, но процесс воспаления в нашем организме продолжается. Это пока мы кушаем омега-6, пока мы набираем жир из-за сахара, из-за малоподвижности и так далее. Жировая ткань постоянно будет нарушать инсулинорезистентность, повышать инсулин, вырабатывать воспаление. И чтобы мы все понимали, вот последние 3-4 года, период пандемии, постковидный период, возьмем самый яркий ковидный период, когда уйма исследований в разных странах мира среди людей с ковидом, те, у кого был излишний вес ожирения, среди них намного больше осложнений, так как и так организм уже был подвержен воспалению. Вот этот сценарий называется идеальный шторм при метаболических заболеваниях. Наличие жировой ткани постоянно будет повышать уровень воспалительности, поэтому еще раз мы здесь рассматриваем, чтобы уменьшить жир в организме опять надо переходить на low carb низкоуглеводное high fat стиль питания LCHF. Благодаря этому наш жир будет уменьшаться и воспаление в организме уменьшается, выработка интерлейкинов вот ТНФ альфа это тумор некрозис фактор некрозный фактор альфа. Он просто повышает воспаление, он приводит к гибели клетки. Все это уменьшается при уменьшении жира. Обратите внимание, я постоянно говорю, при уменьшении жира, не при уменьшении веса. Снижение веса мы должны добиваться за счет снижения жировой ткани. Мы не должны терять мышечную, не должны терять воду, но к сожалению, то, что мы наблюдаем за последние 40 лет, основные диеты, то, что используется, они приводят к снижению веса, но не всегда за счет жира. И вот это все мы говорим в рамках эффекта йо-йо. Что такое йо-йо? Вот это игрушка, которая при правильном толчке, при правильном запуске, она сама по себе несколько кругов может накручиваться на эту нитку, опять опускаться, подниматься. То есть йо-йо-эффект, йо-йо-диеты. Этот термин сейчас охарактеризовал уже несколько десятилетий. состояние организма, когда мы снижаем вес достаточно быстро, за короткий срок, и большие килограммы уходят, дальше организм переходит в режим, защитный режим, такой surviving mode, режим сохранения, и где дальше по разным причинам, которые я сейчас тоже коснусь, организм начинает набирать этот вес. Вот это изучается в йо-йо. Одно из самых популярных исследований, это американский физиолог Ансель Кейс, он изучал физиологию голода, как млекопитающие люди ведут себя в состоянии голода и так далее. Суть исследования в том, что когда мы уменьшаем калораж до половины суточных норм, это грубый пример, я не хочу, чтобы мы прям считали калорий, но то, что мы зачастую делаем часто сами. Вот будет вечеринка, встреча друзей, одноклассников через 10 лет, надо сбросить 10 килограмм и так далее. Вот как бы достаточно амбициозные цели за короткий срок, и мы готовы это делать любыми путями. Следующая встреча будет еще через 10 лет, а то и неизвестно, или там то, что у нас в стране популярна свадьба будет у женщин, обязательно надо в это платье войти за месяц, надо сбросить 7-8 и так далее, что не совсем физиологично по нормам снижения веса и неправильно нездоровые соотношения. Что происходит? На исследовании заведомо уменьшают калории. У этой группы наблюдается снижение жирового ткани, но постоянное чувство голода, и понижаются белки. То есть уровень белка снижается с 100 до 83%, минус 17%. Вот это ключевой момент. При низких калориях мы обычно теряем белок, потому что мы обычно, не зная стратегию low carb high fat, не зная о замещении макронутриентов, обычно человек ел свою еду, вроде считал, что он на здоровом, сбалансированном питании, и он пропорционально все сокращает. То ближайший месяц я уменьшу порции вдвое. И соответственно и белки вдвое уменьшаются, и жиры, и углеводы. И проблема в чем? Как мы уже сказали, белки, ежедневно есть, получать белок. Мы говорим о стрессе, хочу еще раз подчеркнуть, что один из важных компонентов стресса, ответ на стресс, это тоже связано с белком, с белковыми структурами, гормоны счастья, тот же мелатонин, гормон сна, пардон, гормон сна, мелатонин, гормон счастья, саратонин, они все синтезируются из аминокислот, трептофана, другие формы, то есть нет белка, нет нормального сна, нет белка, нет счастья, вот я люблю эти формулировки, это в прямом и переносном смысле имеет очень важное значение. Соответственно, первый этап, снижение веса произойдет, но мы, к сожалению, и теряем мышечную ткань, белковые структуры, дальше второй этап, восстанавливается колораж, это то, что мы сами обычно делаем, окей, я снизил, теперь восстановил, но что происходит, жировая масса еще больше увеличивается, идет эта компенсаторная реакция, белок увеличивается, но опять он не доходит до 100%, он очень, ну, на 5%, он частично восстановился, и на последнем этапе Ансель Киз разрешает участникам принимать калории без ограничений, тут тоже что происходит, как только идет команда без ограничений, и тоже из реальной жизни, как только мы контроль, самоконтроль убираем и так далее, к сожалению, мы видим увеличение калорий на 50%, это соответственно еще раз приведет к увеличению жиров уже на 174%, вот не удивляйтесь, когда после определенных диет дальше мы начинаем еще больше набирать вес, вроде делаю все то же самое, последние 10 лет так и жил, так и делал, но сейчас все это не работает, и я уменьшаю, уменьшаю, а вес прибавляется, организм начинается запасаться, это идет компенсаторная реакция, которая объясняется структурой жировой ткани, но только в этом случае организм может восстановить относительно свои белковые запасы, отсюда сделает очень важный вывод, организм имеет белковую и жировую память, нельзя обмануть организм и вот там резко забрать жир за короткое время, тут же параллель дан, там всякие операции на липосакцию или удаление жира и так далее, это все не имеет ни одного основания и в борьбе с ожирением мы эти операции как бы медицина их не воспринимает, не знаю, коррекция, эстетика, это не буду туда лезть, но убрав жир, не думайте, что вот часто задаются вопросы, вот я сделал липосакцию, у меня взяли там 6 килограмм жира, воспалительность моего организма уменьшится ли? Обычно нет, ну окей, на несколько дней возможно, компенсаторно, вот вся группа пациентов, которые делают липосакцию, то есть что меняется, образ жизни не поменялся, стиль питания не поменялся, тот же самый человек, нарушен сон, нет активности, просто там 40-минутная процедура, а то и меньше, убрали жир, через месяц, второй, постепенно весь этот обратно набирается, почему набирается, потому что организм, жир в ответ на образ жизни накапливается, ты делал все то же, что и впредь, и продолжаешь так и делать, и он опять набирается, но единственная разница, если кто-то представляет себе и видел процедуру липосакции, когда подкожно нарушают сохранность ткани, удаляют, разрушают жир, потом отсасывают, мягко говоря, высасывают, там обрагуется соединительная ткань, это физиологический процесс, это норма, рубцы подкожные, и дальше там жир не откладывается, но жир опять откладывается, он находит места, если это была липосакция, а там обдоминальная в области жата, обращается в то же, что у меня после этого жир начал подниматься по спине, по разным частям, из ягодиц, из бедер он выходит под коленную зону, то есть организм-то не поменялся, поэтому очень важно понимать, и конечно память белковая, пока организм не восстановит свои белковые структуры, внимание, пока организм не восстановит свои потерянные белковые структуры, компенсаторные механизмы будут вас подталкивать к приему пищи, этот механизм на генетическом уровне сотни тысяч лет у наших предков и соответственно через гены передается и как только мы по разным причинам сами уже не будучи в первобытном мире, нет каменного века, нам не надо охотиться за едой и так далее, но мы начинаем есть очень мало, есть через день, тут очень грамотно надо подходить к интервальному голоданию, голоданию, чередовать, вот сейчас не открываю эту тему, но то, что мы наблюдаем, к сожалению, в мире очень много людей используют просто снижение калорий, сильный дефицит и попадают в ситуацию, когда организм усиляет компенсаторный механизм, чтобы выйти из этого надо корректировать калории раз и соотношение, повторюсь опять, low carb, high fat, мы не сокращаем калорий, мы даем энергию человеку, но уменьшаем углеводы, не снижаем калории, уменьшаем углеводы и компенсируем это жирами и частично белками, и еще одно исследование, которое поможет вам в будущем, если мы попали в этот порочный круг йо-йо диет, то выход опять это исследование вот здесь Ларсен, тоже известно одно из часто ссылаемых на всех конгрессах мировых и так далее, на вопрос, как сделать так, чтобы потерянные килограммы не возвращались, переходите, ну у Ларсена это низкогликемический, ну углеводы с низким гликемическим индексом и стиль богатым белком, но я всегда его корректирую и говорю, что намного эффективнее, вот только эта группа, она звучит так на английском high protein low glycemic индекс, высокобелковые и углеводы с низким гликемическим индексом, замените это на низкоуглеводные высокобелковые плюс высокожировые, это опять наш LCHF стиль компании Вилави, тогда при остальных группах, если вес возвращался только благодаря повышенному белку, пониженному углеводу и внимание, как только углевод понижается, жир автоматически повышается, еще одна причина, по которой жир физически за белком тянется вверх, белковые продукты в основном, ну животные белки все содержат жиры, там и насыщенные и так далее, и вот за счет этого жир всегда поднимается, это тоже идеальный сценарий для борьбы с весом. Здесь, извините за некоторые слайды на английском, но тут важно, что вам надо обращать внимание, вот тут, почему все-таки вес возвращается и сложно его удержать, потому что ожирение сегодня во всем мире принято, это хроническое, это рецидивирующее, прогрессирующее заболевание, рецидив, оно будет возвращаться, как мы приняли уже, что гипертоник живет с гипертонией пожизненно, диабетик пожизненно и принимает, вот ожирение, к сожалению, тоже становится наряду, это будет третье заболевание, ну если взять гипертонию, диабет, второго типа, я сейчас говорю, ожирение превзойдет к моему большому сожалению всех их, сегодня он становится сам, потому что тот же диабет второго типа, та же гипертония, другие заболевания являются сопровождающими осложнениями самого ожирения, если мы сможем благодаря смену образа жизни и так далее взять под контроль ожирение, то мы автоматически повлияем на все эти заболевания тоже, и в данном исследовании очень мало, вот 14 исследований на тему снижения веса и дальнейшая ценность этого исследования в том, что это известное Action IO исследование после 4 до 7 лет был follow-up, то есть сделали исследование 5 месяцев, 6 месяцев снизили год, чем дольше длится исследование, тем оно ценнее, и в течение 7 лет проследили за людьми, которые снизили вес под контролем, к сожалению, из 14 групп, вот в темном синим, это килограммы, вот до 30 килограмм, 25, в разных, во всех исследованиях был достаточно весомый результат по снижению веса, но к сожалению, к 7 годам все возвращал голубым цветом, все к стартовой точке, а в двух группах даже был перевес, то есть наоборот, они еще перебрали, как в йо-йо эффект заработал, это все объясняется в том числе тем, что во время неправильными диетами постоянное присутствие хронического стресса, нарушение сна и так далее, приводит к нарушению баланса между гормонами сытости и гормонами голода, вам знакомы наверняка грелин и лептин, грелин гормон голода, лептин гормон сытости, но к сожалению, на этом эта вся история не заканчивается, вы можете увидеть на этом слайде центр голода в гипоталамусе и разные гормоны тут играют роль, здесь цель показа этого слайда, чтобы мы еще представляли себе, сейчас вот один из гормонов здесь, гормонов сытости здесь очень много, один из них GLP-1 глюкогон like peptide, глюкогоноподобный пептид 1, он многим сейчас знаком, то есть сейчас бум пошел в мире, инъекции делают для снижения веса, правильно это или неправильно, то есть медицина это одобряет под контролем врача, это делается, но, но, вот это, это, кстати, это тот самый синтетический аналог этого гормона, но важно понимать, будь то инъекции, будь то хирургия, будь то другие методы, без смены образа жизни, без смены стиля питания, режима сна, более физиологичной, активности, физической активности и так далее, это все дает краткосрочный эффект, и дальше, как только ты приостанавливаешь, эффект проходит, то есть независимо от всего этого, прошу вас, не обманывайте себя, не ищите, как бы, волшебные пилюли, и, к сожалению, многие люди, страдающие лишним весом, неправильным питанием, там другие, букет заболеваний, ищут, к сожалению, ищут активно, поиски, что, ну, хоть бы там какой-то препарат, там и так далее, этого не было, и не будет, любой препарат, имеющий эффект, сочетает свой эффект, уйма исследований, именно, инструкцию прочитайте, везде написано, обязательно смена питания, режим сна, активность и так далее, что очень важно, чтобы мы понимали, и, в конце концов, сейчас и подход ко всему этому чуть-чуть меняется, мы в рамках, мы, я сейчас подразумеваю, Всемирная организация по борьбе с ожирением, Европейская ассоциация, мы тут, если говорить об ожирении конкретно, ну, тут предлагаю вам объединить, вообще смена стиля питания, образ жизни, как бы уходить от стресса и так далее, если раньше мы больше винили, и сейчас многие считают, что это проблема личного человека, проблема индивидуала, это не так, то есть сегодня человек, который борется с ожирением, живет наряду с другими заболеваниями и так далее, мы не имеем права просто винить и себя, и винить другого, говорить, что вот, проследи за своим ртом, я не знаю, встань, ходи, и имейте в виду, что ежегодно происходит оценка людей, живущих с ожирением, это я вам точно могу говорить, мы все эти данные смотрим, на предмет со стороны общества, больше всего, я не хочу сказать слово буллинг, это называется стигма, чтобы смысл вы понимали, общество дискредитирует людей с ожирением, на работу не берут, в магазине не так встречают, живой пример, чтобы всем было ясно, что это дискредитация, человек, живущий с ожирением, даже обратите внимание на формулировку, я говорю, не человек с ожирением, не пациент с ожирением, нам сейчас, экспертам по ожирению, европейское сообщество, новые эти нормы поставили, как правильно обращаться, то есть нельзя говорить, пациент с ожирением, человек, надо говорить, человек живущий с ожирением, человек живущий с диабетом, чтобы как бы не оскорблять и так далее, но к чему ведут, эти люди считают, что общество их дискредитирует, человек с лишним весом, скажем так, или опять живущие с ожирением, заходят в магазин одежды, его встречает консультант, и сразу говорит, что извините, у нас в нашем магазине для вас ничего нет, вашего размера здесь, вот это буллинг, это дискредитация, дискриминация, стигматизация называется, то есть к чему я все это говорю, подход сейчас кардинально меняется, да, многим это может показаться, что сила воли и так далее, но проблема решения ожирения и в том числе всех других, роль мотивации, роль силы воли уменьшается, мы больше ищем физиологию, биологию, генетику, то, что в организме этого человека что-то происходит, из-за чего все это, из-за чего он не может поменять, ну, один из живых примеров, жировая ткань, чем больше жировой ткани в вашем организме, я неспроста повторяю эту фразу, жировая ткань, это один из самых больших эндокринных органов, она вырабатывает не только провоспалительные факторы, но и другие биологически активные вещества, которые постоянно тянут вас обратно, вы хотите поменяться, вот хороший пример, считать, что вы меняете активность, вы меняете образ жизни, свои привычки, питание и так далее, вы привязаны с жгутом, жгутом к той точке, откуда вы стартуете, чем больше вы растягиваете жгут, тем сложнее нам, мы чувствуем изменения, начинается конфликт в организме, какой у нас шанс, ошибка многих быстро пытаются первый этап пройти, жгут сильно натягиваются, что происходит, сры, это сильно тебя возвращает к точке старта, и происходит, вообще опускаешь руки и так далее, сожаление, чтобы этого не было, очень важно плавно, плавно ставить цели, идти поэтапно, учитывать все то, что наше окружение сильно поменялось, если по каким-то причинам у тебя нарушение микробиоты, есть генетические изменения, ты постоянно подвержен стрессу и так далее, надо этим заниматься, просто снижать еду и голодать, там снижать вес не получится, надо комплексно к этому подходить, и за счет этого, вы постепенно натягивая эту резинку, этот жгут, у вас есть шанс, определенный момент, адаптироваться, прошел период, идет адаптация, ты уже, вот это то же самое, что занятие спортом, плавно повышаешь вес, и после определенного момента, ты можешь оборвать эту резинку, но на это нужно время, сколько, я не смогу вам сейчас ответить, это очень индивидуально, но это точно не недели, не месяца, чтобы мы понимали, я сегодня с пациентами общаюсь, я активно даю месседж, что мы будем пожизненно меняться, пожизненно менять, и фиксировать новые привычки, то есть всегда у нас после смены, мы начали с этого, есть фиксация, надо зафиксировать, вот тут, и повторюсь, до конца жизни, я считаю, что надо правильно питаться, до конца жизни надо пить воду, до конца жизни надо быть физически активным, следить за сном, это очень важный компонент, и когда я говорю следить за сном, еще раз хочу напомнить продукцию компании Вилави, слип, вот эти пастилы, то есть шикарный эффект, то есть физиологически помогаем восстановиться своему сну, в общем важный момент, мы не должны ожидать большого чуда, если человек, принимая даже продукцию, все равно с телефоном, там перед телевизором, ложиться спать, или там во время сна, есть отдельная наука, занимающаяся гигиеной сна, есть сомнологи, там врачи и так далее, ученые, до сна, надо готовиться ко сну, в течение всего дня, но последние несколько часов до сна, и так далее, я не хочу сейчас на этом застрять, уверен, что все читали, там темные помещения, в спальню заходить только для сна, не работать с вами и так далее, все это очень важно, и наряду с этим использовать слип дает шикарный эффект, и повторюсь, сон наш самый главный ресурс, природный ресурс, который, вот если вы скажете, по приоритету пронумеровать, там еда, активность, сон на первом месте, вот чтобы все понимали, сон, правильный сон, я, наверное, повторюсь, там 11, 2 часа ночи, ну, до 12 надо заснуть, чтобы дать организму возможность выработать мелатонин, или, или с другой стороны, я скажу, дать организму возможность уменьшить кортизол, гормон стресса, который активируется с утра, то есть, мы просыпаемся, вопрос, мы пробуждаемся из-за кортизола, кортизол вырабатывается или из-за будильника, или из-за солнечного света, и так далее, и дальше весь день, в течение дня, мы работаем, я сейчас говорю, вспоминаю, это все за счет кортизола, дальше, именно сон, тот период, когда кортизол должен упасть на нет, дабы организм восстановился, и вот еще одна параллель, чем больше сахара, чем больше легких углеводов вы будете потреблять, тем больше кортизол в течение дня, там связь кортизола и инсулин, не хочу сейчас в эту тему заходить, хочу подытожить уже, но чтобы мы понимали, пока мы на сахарной, глюкозной, легкоуглеводной игле, постоянно кортизол повышается, еще одна причина повышения кортизола, это гормон стресса, хронический оксидативный стресс, мы не спим, мы постоянно тревожное состояние, и на этом фоне, кстати, внимание, растут липиды, холестерин, вредный холестерин, я не очень сторонник их называть, по мне, все в организме полезно, то, что даже, ну, в кавычках, вредный повышается, низкая плотность, это тоже сигнал организма, что чего-то не хватает, вот в данном случае, я вам дам такой, этот, хинт, на английском, tips, подсказку, холестерин, это сырье для выработки того же кортизола, витамина D, гормонов, надпочечники, гормоны надпочечника, эстрогены, большинство гормонов в организме вырабатывается из холестерина, и когда мы видим, холестерин растет, человек не спит, ну, соответственно, твой кортизол на таком уровне, что твой организм постоянно требует у тебя холестерин, чтобы вырабатывать кортизол, и ты на этом фоне еще уменьшаешь жиры, хотя жиры – это ценный источник липидов, фосфолипидов, из которых организм мог бы выработать холестерин из жиров, но ты не даешь жиры, ты даешь углеводы, а вот тут идет и ожирение, и, ну, это порочный круг. Итак, среда наша поменялась, мы не можем сегодня, как там 100 тысяч лет назад и так далее, да, мы охотились, мы тратили энергию, мы шли, сегодня пища, повторюсь, очень близка, то есть пища никогда не была так близка нам, как за последние 40-30 лет, и, к сожалению, дальше все хуже, и надо учитывать это, мы не можем сегодня просто так человеку сказать, что, ну, слушай, не ешь, закрой рот и так далее, если раньше мы физически-то не ели, мы от силы ели, если повезет один раз в сутки и так далее, ну, ну, два раза и так далее, то сегодня мы постоянно кушаем эти перекусы и так далее, вот все это надо учитывать, как окружающая среда, то есть это сложности, и доверяться специалистам, дать возможность грамотным специалистам, знающим свое дело вам в этом деле помогать, обращаться, иначе очень сложно будет изменить ситуацию, и вот изменяя ситуацию, какие цели ставить, да, вот, к сожалению, многие ставят тоже цель, и вот критерий, в ожирении мы используем этот термин, non-scaling victories, то есть победы независимы от весов, я давно уже убрал, ну, уже пятый год весы вообще убрал с кабинета, где я принимаю пациентов и так далее, не взвешивайтесь, не надо постоянно четко следить за весом, старайтесь замечать другие изменения в вашем организме, медицина говорит о 5-10, ну, максимум 15% снижения веса дает эффективность, смотрите за повышением энергии, за улучшением состояния кишечника, вздутия и так далее, все это очень важный компонент в изменении, и напоследок я хочу проверить еще нашу аудиторию, как вы думаете, какая страна имеет самый высокий показатель ожирения среди населения, то есть процентный уровень, и мы перейдем к вопросам, в чате можете написать, я буквально Америка, США, то есть вот в номинале, если взять по количеству, там проценты пересчитать на 300 миллионов населения Америки, наверное вы будете правы, но тут именно в процентном соотношении, страна, о которой я сейчас вам скажу, 80% населения этой страны страдает ожирением, больше 50% населения зрелого, взрослого этой страны страдает диабетом второго типа, и очень трудно будет вам угадать, наверное, эти страны, вот топ-десятка стран, в которых среди всего населения BMI, средний BMI, то есть даже нормальных настолько мало, что у всех практически получается ожирение, вот здесь правда Кувейт более-менее из знакомых, вот Науру, Науру, Тонго, большинство этих стран, они островные государства, в океании, и тут почему я хочу привести в конце этот пример, вот как выглядели наурианцы, ну меньше чем, ну сто лет тому назад, в начале 20 века, они выглядели все вот так, достаточно здоровыми, там афлистическое телосложение, сейчас они выглядят вот так, меньше чем за 100 лет, это несколько десятилетий, они начали выглядеть вот так, и ключевой элемент в данном случае, это смена питания, наурианцы и многие островные государства, сегодня не готовят традиционным метам, они питаются вне дома, они питаются фастфудом, они питаются пищевой промышленностью, на вопрос, как так получилось, долгое время эти острова, они были базой, опять, к сожалению, там США, там структур, вот стандарты США, и базы даже военные, идут со своими стандартами питания, и так далее, вот еще раз живой пример, сегодня эти люди, вот дома никто не готовит, и пользуясь этим случаем, есть уйма других примеров, как уже, кстати, за более короткий срок, за 20 лет и так далее, другой регион, это Южная Америка, в Амазонии, дети, которые никогда не видели сладости, конфеты, сейчас до них это доходит, есть группа исследований, через 20 лет, возвращаясь туда, та же исследовательская группа врачей, в шоке, обнаруживает, как сильно увеличилось ожирение, то есть, для тех, кто все еще думает о том, что питание, не самый главный фактор, я еще раз повторю, что питание влияет очень сильно, и пользуясь случаем, я еще раз призываю вас стараться готовить дома, реже питаться вне дома, если питаетесь, то четко стараться выбирать, и дополнять свой рацион функциональными продуктами, компании Вилави, базовый продукт, как low-carb high-fat, ежедневно потреблять полипренолы в виде, разбавлять воду, получать антиоксидантную воду, за счет добавления того же экстра, использование МСТ жиров, и так далее, мобио для улучшения кишечной функции, и сейчас я попытаюсь вопросы коснуться, я уточню просто, Дарья, по той технической проблеме презентации, она куда-то исчезла, я вынужден, она из моей папки, к сожалению, исчезла, обновленная, где мы показывали. Друзья, у нас на самом деле была немножко другая презентация, я вам поясню, где были показаны наши продукты наглядно, где, как и в какой момент использовать, но так случилось, что такая атака изменила. Эмиль, давайте сейчас немного ответим на вопрос, поскольку все-таки мы уже с вами в эфире. Я очень быстро буду... Да, полтора часа и... Какой объем алкоголя, мы, в принципе, повторюсь... Средиземномерская диета говорит об умеренном, это 70 миллилитров красного вина, пересчет там 12%, то есть это очень мало. Те рекомендации, которые говорят о потенциальном эффекте алкоголя, то там очень малые объемы, никаких там 300 миллилитров, 40-процентных, пол-литра и так далее, даже и близко не стоят. Так, звук говорили, не знаю, вроде он у меня настроен. В нашем low carb, секунду, low carb HF, углевод сложных, вопрос от Алишера Хайдарова, 10% углеводов, 50-100 грамм, белка 20, из расчета 1,5 на вес примерно, нехорошо видно на экране, давайте я увеличу, секунду, примерно 50 на 50 животного растительного 70%, да, вот то, что вы сейчас указали, это не вопрос, насколько я понимаю, да, это оптимальное соотношение, если вы выдерживаете это и в питании, в общем, это отлично, это здорово. Как вы относитесь к тому, что Джозеф Меркола, автор книги «Клетка на диете», которая стала бестселлером, количество людей, с протоколом low carb HF, отменил десятилетие своего гетопрактики и признал ее ошибкой. Вот вопрос очень важный, смотрите, кетопрактика, мы говорим о low carb high fat, кетодиета, она является low carb high fat, low carb HF, но low carb HF это не кетодиета, то, что мы говорим, там 20% углеводов и так далее, это не кетодиета, то есть я однозначно за low carb, Меркола сильно ушел, кетоз, кетоз, постоянно кетоз, и когда мы говорим про кетоновую энергию переходную, я как реаниматолог, я в реанимации, поделюсь с вами, вот состояние, чего опасаются врачи, все, в том числе, я не считая последние 7 лет и так далее, сейчас я сожалею, что раньше надо было на low carb переводить пациентов и так далее, останавливала вот фраза кето, когда мы слышим, особенно врачи, кето, не дожидаясь концовки, уже боимся, есть фобия, есть барьер, но рискованный момент с кетоацидозом, кетоацидоз это тяжелое состояние, когда организм закисляется кетонами, но мы-то говорим, то есть переход на low carb, повторюсь, не кето-диета, кетоны будут, это называется nutritional ketosis, это пищевой кетоз, его легко контролировать относительно, там мы говорим об уровне, в крови при высоком углеводном или при том же стандартном кетоны мы не видим, при этом их очень мало, поэтому не видим, если они появляются 0,5, 1 миллиграмм, миллилитр, на миллимол литр в крови или в моче, это уже пищевой кетоз, мы не говорим про кетоацидоз, это выше 10-15, то есть в данном случае, не переходя к долгосрочному кетозу, кетоацидозу, чтобы избежать, жить на low carb, high fat, я за, Меркола, единственное, он говорит о глубоком кетозе, и поэтому умеренные углеводы, они у нас присутствуют, это овощи и так далее, фрукты, тут надо просто пересчитать под каждого. Дальше вопрос этого про глюкониогенез, не знаю, в какой части это было, но глюкониогенез это когда глюкоза образуется из жиров и из белков, да, там где я, белков, если очень много будет, тогда белки будут переходить при низкоуглеводной в глюкозы, в углеводы, поэтому эффект жжения жиров, скажем так, или переход жиров в энергию мы опять не будем видеть. Какую диету вы предпочитаете на данный период? Она однозначно low carb, high fat и moderate протеин, то есть низкоуглеводная, высокожировая, умеренно белковая. Продолжаю вопросы. Так, жарю только на кокосовом, я бы жарил на топленом, скажу честно, а кокосовое, вот ценность кокосов в МСТ, в этих, ну, МСТ или МСТ среднецепочных жирных кислотах, его лучше в холодном виде принимать, тоже жарьте на топленном, используйте МСТ жиры вилави, добавляйте в салаты и так далее, можно в кофе, есть готовый в кофе, еще можно добавить, жарю на на белом вине без корочки не горит, вкусно, поздравляю, твердое масло, топленое, гхи, курдючное, другие твердые жиры, Ольга Еремина, по сути, это правильно, да, насыщенно, то есть, еще месседж такой, если есть возможность, там есть, конечно, другие продукты сгорания жиров, во избежание этого, если есть возможность не жарить, там, гриль, духовка, но, если все-таки жарим, то только на насыщенном, то, что вы перечислили, все подходит, противопоказания у МСТ жиров, бывают генетические нарушения липидного профиля и так далее, но при этом они практически ограничены, при минимальных дозах мы и так получаем МСТ из разных продуктов, там, сливочное масло, молочный, ну, как кокос тот же, это мы, где-то важно понимать, да, вот скажу вам, как врач, если идет лечебная доза, та же эпилепсия, другие нейродегенеративные заболевания, вот там мы поднимаемся на очень высокие дозы, там это надо знать, но, если мы говорим о здоровом питании, о нормах, то МСТ запросто ежедневно можно использовать 20-30 грамм и так далее, 2 столовые ложки запросто. И всем спасибо большое за ваши вопросы, далее нас идут благодарности спикеру, как эксперту, да, Эмили, вам прислали очень много благодарности, очень интересный эфир, вот, зайдите в чат, пожалуйста, прочитайте, вот, ну что, друзья, мы будем, наверное, уже подходить к концу, мы будем заканчивать, потому что все-таки уже там, где это не западная часть, позднее время, да, вот, поэтому всем спасибо большое, что вы присутствовали на эфире, задавали свои вопросы, мы очень сильно надеемся, что вам было интересно, вы воспримите эти данные для своей будущей работы, вот, будете более подробно объяснять своим партнерам, что такое это питание, которое выбирает наша компания, вот, поэтому, друзья, всем спасибо, всем до новых встреч и всего доброго, да, Эмиль, благодарим вас. До свидания, мне тоже было очень приятно, всем удачи, до новых встреч. Всем всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok